Всем привет! Сегодня у нас будет просто мощнейшая прокачка состава. Напомню вам, как выглядит мой состав сейчас. Конечно, есть позиции, которые стоит улучшать, и сегодня мы обновим очень много игроков. Не весь состав, конечно, но будет очень круто, так что обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И пишите в комментариях, кого менять в следующих видосах прокачки, которые тоже будут реально очень скоро, если вы будете хорошо поддерживать эти видосы. Потому что, спойлер, на такие видосы уходят довольно большие деньги, и мне хочется видеть от вас хотя бы какую-никакую отдачу. Ну все, давайте мы сильно не тянем, и с самого начала мы заходим в звездный абонемент, и будем его проходить до конца. Честно говоря, я просто в шоке от этого звездного абонемента, он является лучшим в нашей игре за все время. Я таких крутых звездных абонементов еще не видел, и поскольку я донатер, я хочу его пройти прямо сейчас до конца, для того, чтобы забрать Фердинанда и продать его. Периодически. Будем смотреть на волкауты игроков 100+. Это Эквадор, это С-ступеньян, насколько я понимаю. Так и есть. Идем мы дальше. Особо не медлим. Игроки чемпионата мира, они, кстати, очень полезные, потому что их можно сливать на всевозможные СБЧ. Возможно, мы еще этим займемся. Как бы прокачка состава это хорошо, но и про открытие паков, думаю, забывать не стоит. Тем временем, еще один сотый игрок. И вроде мы тратим кучу поинтов на этот абонемент, а вроде и количество поинтов не уменьшается. Это потому что в этом звездном абонементе нам дают целых 5000 поинтов Сенегал, Вратарь, Эдуар Минди. О, я думал он более высокорейтинговый, честно говоря. Я думал он более высокорейтинговый, честно говоря. И вот такой вот довольно большой пак у нас получается. Ну ладно, мы особо не расстраиваемся. Я, честно говоря, почему-то думал, что у Эдуара Минди будет рейтинг довольно больше. Ну, еще один будет сотый игрок. 105-й игрок. Это минимум 10 миллионов, максимум 20, насколько я понимаю. Но такие монетки, конечно же, никогда не будут лишними. Что же будет тут у нас? Катар, это сотый игрок, самый, наверное, низкорейтинговый, да? ПВшник. Ну, такие игроки тоже важны. Наверное, у нас в скором времени добавятся СБЧ, в которых будут у нас замешаны игроки этого рейтинга. Но, честно говоря, хочу увидеть кого-то более интересного. А тем временем у меня заканчивается фпшка, буду затариваться. Ну что, закинул я поинты на свой аккаунт, и мы можем продолжать. Кстати, если и ты хочешь закинуть поинты на свой аккаунт по лучшим ценам, то обращайся ко мне. Ссылки на меня тебя ждут в описании под этим видосом. Все делается официальным путем, так что шанса на бан твоего аккаунта, конечно же, нет. И также самая выгодная цена. За покупкой ты знаешь, куда писать. Ссылочки находятся в описании. Ну и забираем мы абсолютно все награды этого абонемента. Давайте мы посмотрим на анимацию выпадения Рио Фердинанда. Это, как-никак, 107-й игрок. Один из самых высокорейтинговых у нас сейчас игроков в Вихре. Конечно, есть 109-й рейтинг, но у нас пока что таких игроков всего несколько. А 107-й Фердинанд является реально крутым игроком за свою цену. Что мы делаем дальше? Дальше мне нужно продать Фердинанда. Вот такое вот сложное решение я для себя принял, но это нужно сделать. Надеюсь, за 50 миллионов он уйдет. И дальше он. Я надеюсь, что его тоже у нас получится продать. Это было бы очень даже круто. За вот такую цену мы его выставляем. За 10400, надеюсь, тоже его кто-то купит. Хоть я не знаю, зачем он кому-то нужен. И вот таких вот игроков я купил для этого видоса. Честно говоря, я хотел купить и большее количество игроков. Но поскольку у нас в этом событии новые игроки выходят довольно часто, я решил остановиться именно на этих кандидатурах. Давайте буду каждого игрока по очереди ставить в состав и рассказывать, почему я принимаю именно это решение. Первый игрок, которого я хочу поменять, это Куман. Почему Куман, а не Рюдигер? Все просто. Куман сейчас дорого стоит, и я хочу вкладываться в будущее. Поэтому я хочу продать Кумана подороже. Ну вот сколько? 36 миллионов. Как за 105-го игрока. Это сейчас очень большие деньги. Я сейчас просто хочу на дурнях, знаете, выручить такие деньги. Так что я покупаю Кули и Бали дешевле, чем Куман. А по факту рейтинг у меня будет даже больше. 111-й игрок у меня в составе. Реально welcome. Следующий игрок для меня это 106-й Де Йонг. Здесь вопросов нет. Это очень качественный ЦПшник, который по всем характеристикам лучше, чем Кехил. И у него, что немаловажно, есть 4 звезды на финтах. Так что передаем мы ранг от Кехила карточке Де Йонга. И ничуть не жалею, что он покупал Кехила. Нет, игрок хороший, но, к сожалению, он у меня побыл недолго, потому что вышел более имбовый игрок, которого зовут Де Йонг. Следующее изменение в моем составе касается карточки Маккенни. Вы спросите, зачем ход здесь? А здесь все максимально просто. 32 миллиона просят за пути. Я этого игрока хочу продать и поставить вместо него Маккенни. Передаем мы ранг и у меня будет тут бегать Маккенни уже реально круто вкачанный и по идее будет реально тащить. Только вот схему мне желательно поменять на просто 4-3-3, чтобы не было там у нас цопника, цапника, просто чтобы это была самая обычная схема 4-3-3. Она у нас находится где-то вот здесь вот и буду бегать просто в 3 ЦПшника. Банально, зато будет приносить результат, как я полагаю. Хотя, слушайте, сколько у нас сейчас стоит Кэхилл? Кэхилл 13, а сколько у нас стоит Сколлс? Сколлс у нас стоит по идее дороже, да? Хотя, смотрите, Сколлса у меня прям сейчас хотят купить за 31 миллион. А может давайте сделаем так? Я просто понимаю, что Сколлса я потом дороже не продам. Цены на этих игроков по идее падают. И что если я прямо сейчас делаю так? Конечно, это лишнее телодвижение, но давайте я пока что ставлю у себя Кэхилла и продам Сколлса за 30 миллионов. Чуть позже объясню, зачем я делаю такие неочевидные решения. Так, и самый последний игрок, которого я хочу поменять, тут изменения чисто по рейтингу. Это Повар. Передаем ранг карточки Деста и получаю я плюс 2. И Дест по факту стоит так же, как и Повар. Очень странное распределение цен на игроков. Вроде Дест должен очень сильно опустить Повара, а Повар в цене почти не опустился. Стоит он плюс-минус так же. И смотрите, состав стоит 188 лямов, а по факту мы в рейтинге сделали плюс. И я сейчас вам предлагаю продать вот этих вот ненужных игроков. Продаем мы их вот так вот, в надежде на то, что кто-то этих игроков да и приобретет. Опять же, не знаю, кому они нужны, но раз такая стоимость на этих игроков, то глупо пока что этим не воспользоваться. Так, тут мы за 35 900 давайте выставим Кумана. Такие просто, знаете, сумасшедшие деньги можно с этого получить. И у меня будет 200 миллионов, хоть состав мы уже по факту прокачали. В резерве у меня сейчас имеется просто куча игроков, которых я буду в скорой времени продавать. Но пока что вот такая вот прокачка состава по игрокам, которая еще, спойлер, на сегодня не закончилась. Еще мы будем качать наш состав. Сделать это я рекомендую с бустов. Первый буст, который я качаю, это реакция. У нас теперь ПЗшник и ЛЗшник будут бегать на этом бусте. Второй бустик, это опека для Рюдикера и Кулибали. И составчик у нас остается 126. Но тем временем у нас прошло несколько часов, и все игроки, кроме Кумана, купились. Я с них в сумме получаю 108 миллионов. И по итогу состав стал сильнее, чем в начале выпуска. Монет у меня стала больше, чем в начале выпуска. Реально очень круто. И вы, наверное, сейчас меня спросите, что ты будешь делать дальше по составу. Есть несколько позиций, которые я хочу поменять. Первое, это Хорхе Кампас. Вероятно, точно его буду менять. Вероятно, точно. Ну, короче, буду этого игрока менять, потому что этот игрок мне не нравится, как он играет. Предсказуемо, конечно. Но было интересно его взять. Взял, побегал, он мне не понравился. Хочу поменять, но пока что лучшего вратаря я не вижу. Посмотрю, что там есть у нас из игроков новых веточек. ЦИД, которые у нас сейчас только что вышли. Дальше. Караско и Димария. Я могу сейчас перестроиться на схему 4-5-1, где у меня будет ППшник и ЛПшник вместо ПВшника и ЛВшника. Так что я еще над этим подумаю. И специально для этого я не менял Димарию Караско, чтобы я мог просто перестроиться на схему какую-то другую. Также ЦПшник, вероятно, тоже и ЛЗшник. На этом мои спорные игроки, в принципе, заканчиваются. Больше особо никому прям явных претензий у меня нет. Но, конечно, некоторые игроки просто хотелось бы их уже обновить, чтобы состав выглядел поновее. Давайте посмотрим, кто у нас тут будет из нового события. 105 плюс на позиции ЛВ и ПВ. И по итогу нет нормальных ПВшников у нас сейчас в игре. Да что ж такое? Вот МПП на ловкости. Такой хороший игрок, а нормального ПВшника нет. А что у нас теперь по позициям ЛП и ПП? Это тоже очень интересно, кого мне брать. А тут у нас нет нормального ЛПшника. А что если не на свою позицию? Ну, тоже реально не знаю, что делать. 104 игроки. Меня сейчас в большей степени интересуют ПВшники, а как таковых ПВшников у нас хороших нет. Но вот насчет МПП, ничего себе, его все сейчас хотят купить. Так, ну, честно говоря, это будет очень сложный выбор. Можно там брать кучу 104 игроков, но мне хочется взять там 105 условных. Так что буду реально думать. Нужно думать. Колом бегать как-то не очень пока что хочется. Наверное, просто сейчас нужно ждать новых игроков. А что по поводу хороших лапов? Просто сейчас давайте поизучаем ветки и расскажу, кого, вероятно, буду брать. Здесь Ливандовского все хотят продать. Наверное, тоже можно. К тому же на правильном бусте имеет очень хорошие характеристики. Вероятно, я так и поступлю. Просто возьму себе хорошего форварда Ливандовского. Не так по рейтингу, как по его статам и по играбельности. И последнее это ЦЗшник на ЦЗшника Варан. Реально Варан. Можно, думаю, будет взять его на отборе мяча. Хотя, желательно, чтобы был одинаковый бустик с полиболиопека. Но, ладно. И самое последнее это... Так, ну, здесь у нас ничего вроде особенного не обновилось. Не жалею, что взял Деста. А ЛЗшник у нас так и не вышло. Так что буду еще, конечно же, думать, кого мне брать в состав. Повыходили новые игроки. Они будут у нас выходить на протяжении всего события. Не, на вратарях не хочу менять кампаса на Ачоа. Фактически шило на мыло. Нужно хотя бы 105-го вратаря, чтобы менять кампаса на 105-го. Опять же, несколько позиций обновите. Состав будет прям вообще имба. Пишите в комментариях, как вам. Естественно, следующая прокачка будет уже через неделю, либо две. Обязательно. Подписывайтесь на канал, дабы не пропустить этого видоса. Всем пока.